Стефан Генич звучит очень красиво, благородно. Имя иностранное. А происхождение? Родились вы в Луганской области. Ваши сейчас мысли, эмоции по поводу того, что происходит между Россией и Украиной? Дедушка и бабушка пожертвовали своей карьерой ради вашего счастья. Почему не стали священником после окончания духовного вуза? Мой путь связан с церковью. Я пою в храме, помогаю. Но при этом у меня есть еще какие-то роли в обществе, в государстве, в бизнесе. Смотрю на вас, не похоже вы на человека, которым монастырь собрался. У православного человека, насколько я понимаю, должна быть одна супруга, один брак. А у вас уже второй брак. Вы против 11 классов. Сейчас, когда все мои дети, историю просто ненавидят. Источник вашего благосостояния. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Карт-бланш», программу, в которой ценятся острые вопросы журналистов и откровенные ответы гостей. Кто будет сегодня участвовать в программе? Представлю журналистов. С нами сегодня Нана Камилашвили, Татьяна Зимушина и ваш покорный слуга тоже будет задавать вопросы. Кому мы будем задавать вопросы? Обаятельнейшему человеку. Человеку, который знает тысячи людей на нашей планете. Человеку, перед улыбкой которого очень трудно устоять. И этот человек – Стефан Генич. Приветствую вас, Стефан. Здравствуйте! Стефан Генич – предприниматель, общественный деятель. Родился в городе Сватово, Луганской области, Украинской ССР, на землях Новой Сербии, в Малороссии. Территории, куда в 18-19 веках переехали жители Балканского полуострова. Наречен в честь прадеда. Высшее образование получил в Московской духовной семинарии, а также в Институте правовой экономики. Служил в армии в инженерных войсках, покорял с туристами Кавказские горы, занимался конным спортом. Руководил отделом промышленного альпинизма, владел строительными и издательскими фирмами. Сейчас восстанавливает фасады домов, ведет активную общественную деятельность. Основал фонд Владимира Храброго, возглавил региональное отделение Ассамблеи народов России, учредил общество российско-сербской дружбы, работает в общественной палате Калужской области. Женат, воспитывает трех сыновей и дочь. Уверен, его друзья – его богатство. Стефан Генич, звучит очень красиво, благородно. Имя иностранное. А происхождение? В процентном соотношении какой крови больше, русской или сербской? Конечно, если говорить о том, кем я себя ощущаю, в первую очередь, русским человеком, потому что, конечно, русская кровь значительно больше, потому что сербом был мой прадедушка, считайте, это одна восьмая. Но при этом сербская кровь и сербское происхождение, оно дает определенный код к пониманию многих каких-то особенностей моих собственных. И когда я стал знакомиться с этой своей сербской частью, для меня очень многое открылось. Поэтому, да, я, конечно, русский серб. Можно карту выложить. Понял. Пожалуйста. Арделис, вы в Луганской области, насколько я знаю. Вы ездите на родину, и вообще ваши сейчас мысли, эмоции по поводу того, что происходит между Россией, Украиной, сейчас и как раз в Луганской области тоже. Вы следите за событиями, переживаете? Ну, я родился на родине своего деда, на место, куда приехал как раз мой прадед Стефан Генич. То же самое сочетание, которое только что Нана произнесла. Я был назван именно в его честь. Последний раз я там был в 2011 году. В какой-то момент, прям вот одним днем, в четверг условно, я понял, что мне надо туда срочно ехать. Мы с женой собрались, сели в машину, уехали туда. Приехали на кладбище. Мне нужно было поставить постоянный памятник моему деду, Борису Стефановичу Геничу, который я очень любил. Мы приехали туда, пошли на кладбище, я ползал час, искал место могилы, а на Луганщине ставят кресты четырехконечные. А я поставил восьмиконечные, ну, как по нашей традиции, великорусской, да, скажем, да, центрально русской. Вот, и я нашел вот туда, куда сносят уже памятники, вот этот крест, я нашел основание от него, я понял, где вот точно могила деда, мы тут же все заказали. Поэтому я там, к сожалению, был последний раз в 2011 году. В 2014 году начались небезызвестные события. Это зона АТО. Но, учитывая, что я все-таки отчасти публичный человек, честно говоря, ехать туда при наличии большого количества детей и рисковать, я не решился до сих пор, конечно же. Хотя я очень люблю эту землю, я очень переживаю по поводу всей той трагедии, которая происходит, по-другому этого нельзя, это нельзя по-другому назвать. В 2015 году там взорвался, ну, по каким-то причинам арсенал украинской армии, разнесло половину города, где я родился, Сватово, повыбивало там стекла и так далее. Вот, как там сейчас, я не могу там знать. А какая причина была тогда, когда вы ехали в три года из Луганска, вы рассказывали о том, что это одно из самых ярких впечатлений, когда дедушка вас вез на машине. Почему все-таки предприняли попытку уехать тогда? Что-то почувствовали? Никто не уезжал и не приезжал. Понимаете, у меня дедушка мой был заместителем директора горно-обогатительного комбината. Он работал всю жизнь на севере горным мастером, потом инженером, замдиректора. Это градообразующее предприятие на границе Финляндии, город Кавдор. И жили, собственно, моя бабушка с дедушкой, и родители выросли именно. Мама, ее сестра выросли там. В Луганской области жила прабабушка Кулина Ивановна, которая умерла в 91-м году в возрасте 96 лет. Супруга моего как раз прадеда. И мы ездили, они ездили туда достаточно часто. Дедушка навещал свою маму вместе со своей женой, семьей. Мы приезжали туда уже. Я к нему все время приезжал, пока он был жив. Но когда уже дедушка умер, конечно, там остались только могилы и заброшенный дом. Поэтому, собственно, ездить осталось причины только на родину, на родные могилы посмотреть. Ну, смотрите, дедушка и бабушка пожертвовали своей карьеры ради вашего счастья, ради вашего здоровья. Как это было? Действительно так. В возрасте, наверное, год с небольшим у меня был обнаружен АТИД. И врачи там на севере, это за Полярным кругом, чтобы вы понимали, Кольский полуостров, Мурманская область, сказали, что везите его туда, где я родился. А мама меня поехала рождать именно туда, где тепло, на Украину, в Малороссию, в Сватово. И там я, собственно, и появился на свет в 1977 году. И когда диагностировали эту болезнь, маме еще было немного лет, она достаточно была молодая, когда я родился. И стал вопрос, что мне нужно или возвращать там, где я родился, чтобы у меня все установилось, тепло и так далее. Либо были большие вопросы, что я мог бы даже по определенному развитию событий остаться глухонемым. И бабушка с дедушкой принимают решение. И, насколько я помню, в 1979 или 1980 году они уезжают сначала туда временно, а потом постоянно, уже увольняясь с комбината, с, как сейчас говорится, это огромная должность, с огромными возможностями. Но они пожертвовали своей карьерой ради меня. И, конечно же, для меня это люди совершенно такого порядка удивительного. Ну, вот как-то так, да. Службу в армии вы как раз служили в середине 90-х, насколько я знаю, или в начале. Вот чеченская война как-то отразилась? Ну, смотрите, 95-97 год. Я в 95-м году студент второго курса Свято-Техновского Богословского университета. Что такое сейчас именитый православный университет? Тогда это небольшой институт, созданный энтузиастами, священниками Николого Кузнецовского братства, Владимиром Воробьевым, Дмитрием Смирновым покойным, Александром Салтыковым, Валентином Асмусом. Вот, они создали этот институт, который дал возможность людям, интересующимся православией, культурой, учиться и получать высшее образование. Аккредитации у этого вуза тогда не было, ему было меньше пяти лет, поэтому мне пришла повестка, мне исполнилось 18 лет. А как человек, любящий свою родину и принципиальный, я принципиально пошел служить в армии из института. 95-й год, конец 95-го, война в Чечне. Мы служили в инженерном арсенале, отдельной ротой охраны. Соответственно, что такое арсенал? Это средства разминирования, это мины различные, там, всех модификаций. И, естественно, когда Первая Чеченская началась, все это было нужно и для получения проходов, для разминирования, и для того, чтобы устраивать какие-то фактические истории, заграждения и так далее. Поэтому, конечно, постоянно приходили транспорты, происходили караваны, мы общались с теми ребятами, которые приезжали. Плюс у нас была интересная часть, это была первая православная часть в современной России, Зосимово пустынь. И очень много приезжало журналистов. И многие журналисты были те журналисты, которые в том числе и снимали военные события, военные журналисты. Поэтому, конечно же, это было, просто шло рефреном. А учитывая, что мой призыв как раз и погиб и в 1994-1995 год, это вот мои одногодки, мальчишки, которых туда закинули, будучи срочниками, когда у нас вообще полный кризис в армии был. И многих к нам в часть переводили, прям вот их должны уже бросить туда. Мамы приходили, как-то договаривались, сделали перевод. У нас таких как минимум было 3-4 человека из частей ВДВ и так далее. Поэтому, конечно, это была очень близкая тема, мы это все смотрели, видели, и она была страшная. — Страшно было ли вы уверены, что вас не отправят? — Мне не было страшно, что меня туда отправят. Мне было 18 лет, и мне было особо нечем рисковать. Я был горячим человеком и готов был бы, наверное, и пойти, и отслужить. Ни в чем уверен я не был, но, скорее всего, да, у нас постоянная часть стационарная, почему меня должны перевезти в какое-то другое место. Но эту историю я потом для себя докрутил чуть позже. В 1999 году, когда поступил в семинарию, я несколько раз подавал прошение тогда судмитрию Смирнову, который возглавлял отдел взаимодействия Русской Православной Церкви и Вооруженных Сил, чтобы мы ездили с концертами. Поехали с концертами в Чечню, уже во Вторую Чеченскую войну. Нас, семинаристов, туда не отправили, но чуть позже, в 2001 году, нынешний митрополит Тверской Амбросий Ермаков, тогда он был нашим регентом, по приглашению Архимандрита Тихона Шевкунова, митрополита ныне Псковского, стал проектором Светинской семинарии и регентом хора. И он сказал, Стефан, слушай, ты вот хотел все. Мы много работали с ранеными, мы были у... Посещение госпиталя. Да, это Второй реабилитационный госпиталь, Бурденко. Мы привозили их к нам, я был инициатором этой истории, мне как-то нужно было, ну хоть как-то, да, как вот раньше офицер должен служить на Кавказе. Вот мне хотелось хоть как-то послужить. И в итоге мы действительно полетели, я помню, в Чечню, прилетели 1 апреля 2001 года. Вот это горящие ханкала, горы вокруг скважины подожженные, непотушенные. Вот это вот вообще фееричная история, мы садились уже вечер. Вот, поэтому, конечно, есть определенные вот эти вот воспоминания. Бог миловал, убивать никого не пришлось. Вот, но, конечно, вот сопричастность всем этим событиям, она, конечно, есть. Откуда у вас тяга к православию? Как она возникла? В 13-14 лет я понял, что вот вера – это тот фундамент, на котором зиждется все. А почему не стали священником после окончания духовного вуза? Возможность стать дьяконом, служить, вот петь. Я очень люблю петь, да. Я ее оставляю для себя. Вы пели с иеромонахом Фотием. Скажите, сложно было спец? Вопросов звездности-то не стояло. Просто вот, ну, захотелось, придумали, сделали. У православного человека, насколько я понимаю, должна быть одна супруга, один брат, а у вас уже второй брат. К сожалению, в жизни есть какие-то шаги, которые на протяжении всей жизни не могут радовать. Вы против 11 классов? Чисто по программе, я смотрю, ее так подрастянули немножко, а при этом усложнили какие-то математические части. Вы общественный и политический деятель. Неужели вы не можете как-то воздействовать на эту ситуацию? Откуда у вас тяга к православию? Как она возникла, раз вы даже до армии учились в Богословском институте? У меня семья моя, моя мама с папой, они люди православные. Папа пришел к этому, будучи когда-то мистиком, художником, диссидентом. Даже я помню, как там приходила милиция, и ему выписывали штраф за тунеядство, потому что он был художником, он писал картины, но не работал. И он устраивался дворником, чтобы, значит, его там на 15 суток, я прям помню, милиция, тетя с красной повязкой и так далее. То есть это все, или как мы идем, допустим, в храм Боровский, в рощу, а подходит к моей маме, мама молодая еще, она очень хорошо выглядела и тогда, и сейчас. И говорит, а что вы ребенка привели? А это там какой-то там, ну, может быть, 87-й год, или 88-й, уже на излете Советского Союза. Она говорит, за своими детьми смотрите, вот с красными повязками, эти самые, так сказать, комсомольцы, блюстители, что не должно быть. Поэтому, ну, конечно, это было органично. То есть никто не заставлял. И в каком-то периоде, может быть, 13-14 лет, я понял, что вот вера – это тот фундамент, на котором зиждется все. Да, то есть вера, родина, семья, да, то есть вот эти три постулата. И без веры не может быть ничего, потому что в жизни есть огромное количество ситуаций, когда, кажется, все закончилось. Все, паника и так далее. Ты просто помолишься, скажешь, Господи, помоги, и идешь дальше. А дальше Господь устроит так, как должно быть. Просто надо работать. Да, поэтому, ну, конечно, это семья, это мама с папой, их молитвы. Ну, и, наверное, наши предки, которые тоже там десятками поколений были православными людьми. Скажите, а почему не стали священником после окончания духовного вуза? Вроде бы путь такой. Мы этот вопрос часто обсуждаем с моими одноклассниками по семинарии. Среди которых есть и епископы, и священники, и во многих странах мира, там, и в Париже, в том самом, да, всеми любимым, обсуждаемым последних политических событиях, да, и российские закупки. Вот. Ну, так вот Господь устроил, что мой путь связан с церковью. Я пою в храме, помогаю. Я являюсь православным христианином, верующим человеком. Но при этом у меня есть еще какие-то роли в обществе, в государстве, в бизнесе, если угодно, да, которые я вот выполняю. И, наверное, у нас сейчас, мы считали, что-то в районе 83-х или 86-ти человек стали уже священниками с нашего курса. Курсы – это там три класса, три группы, как, да, говорит. По 30, 90. Из 90 человек 86 стали священниками. Ну, там подсобие получается, потому что 30 с лишним получалось. Ну, 14 процентов. Да, да, да. Вот. Кто-то, вот кто-то остался, как говорят, пиджачники, да, в семинарии, вот. Ну, такие люди тоже должны быть, но при этом я считаю, что свое церковное служение я честно несу. А в одном из интервью вы сказали, ну, дословно, цитат не вспомню, но, что вот поработаю, там все дела сделаю и в монастырь уйду. Ну, вот смотрю на вас, не похожий вы на человека, которым монастырь собрался. Мне кажется, что с монастырем у нас связан ряд каких-то, ну, может быть, даже многовековых стереотипов. Монастырь – это неунылое место, куда идут, потому что некуда больше идти. Монастырь, по большому счету, это такое служение, которое человек выбирает, потому что он чувствует, что готов служить Богу настолько сильно и много, что он готов даже пожертвовать вот этой своей семейной жизнью и второй половины, когда двое становятся одним целым, да, и он готов Богу обручиться, так сказать, вот уже полностью. Поэтому я надеюсь, что Господь нам даст возможность прожить с моей любимой Иришей, моей супругой, да, всю мою жизнь и умереть в один день. Но возможность стать дьяконом, служить, вот петь, я очень люблю петь, да, я ее оставляю для себя, потому что, ну, все-таки, есть такие возможности с точки зрения образования и опыта. Дьяконом в храме. Ну, то есть не уйти в монастырь? Не уйти в монастырь, не уйти, не как монах, наверное, хотя, ну, все ведает Господь, мы не знаем. А где учились петь? Я вам расскажу такую притчу, что ли, из своего опыта. Значит, я учился в Обнинске в шестой школе, это была школа с эстетическим уклоном, такая прям школа-пришкола, Раиса Павловна Маслевская, вот, удивительный совершенно человек, она создала такую удивительную совершенно атмосферу творческую, возможностей, вот, и там был фор, мне очень нравилось петь. А в этот хор меня не брали, сказали, этого нет ни голоса, ни слуха. Я помню, ДК-строитель, сейчас там какой-то магазин, ну, к сожалению, это вот единственный ДК в Обнинске, который не пережил перестройку и буржуазных вот этих 90-х, вот, а там был прекрасный зал большой, и я помню, мы ходим с моим другом вокруг этого зала, вот, они там поют, а меня не взяли. У меня такая вот прям была, я прям вот как сейчас помню, мне там, наверное, 9 лет, может быть, да, может быть, 10, и такая какая-то вот злость, такая вот, почему? И в итоге я стал, я пел у костра, когда мы собирались, там, еще не умея играть на гитаре, а потом в какой-то момент друга семьи нашего рукоположили здесь, в Калужском семинаре, отца Павла Середина, который построил деревянный удивительный храм в Обнинске, в больничной Пантелеймона, ну вот, его рукополагает в 93-м году, он говорит, Степа, пойдем ко мне помогать, алтарникам. Я тогда, там, 15-летний, вот, недроссель, начинаю ходить в храм, в храме, конечно, есть хор, я начинаю там петь, потом я поступаю в Богословский институт, а в Богословском институте есть хор, и хор института, и мужской хор, там я начинаю понимать, что есть басовая партия, сейчас есть такой священник, отец Михаил Асмус, это старший сын отца Валентина Асмуса, знаменитого московского священника, вот Миша Асмус тогда учился в МГУ на последних курсах, вел у нас греческий и, значит, создал этот хор. Вот я в этом первом составе пел, я тогда первый раз понял, как петь другую партию, чем просто мелодию, ну и с этого, собственно, началось пение, да, потом оно продолжилось в армии, потому что мне посчастливилось быть в составе, первом составе звездном ансамбле нынешнего инженерных войск, мы там взяли первое место по России в конкурсе солдатской песни. И там уже у руководителя хора не было претензий к тому, что он... А он был самодеятельный. ПЕСНЯ 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 Все знают в Калужской области, что вы пели с иеромонахом Фотием. Скажите, сложно было ПЕСНЯ? И были ли какие-то с его стороны требования, претензии? Ну, знаете, звезды это сейчас, мы называем это звезды. А с отцом Фотием, когда он пришел в монастырь, там, по-моему, 2005 год или 2006, а я пел в монастыре, в принципе, с 98-го года. Света Пахнутим в Скамборовском монастыре. Да, Пахнутим в Скамборовском монастыре. С 98-го года, когда я пришел из армии, я купился оранжевую копейку и из Обнинска приезжал на службы. Тогда был архимандрит Гавриил наместником, я помню, он мне даже дал деньги тогда на бензин. И вот я приезжал, пел в том составе хора, там, так сказать, пасха 98-го года, такая радость. И потом, когда пришли молодые послушники, Виталик и Коля, это нынешний отец Фоти и Виталик Мачалов, и Коля, сейчас отец Макарий Камагоров, зам нашего митрополита по издательскому совету ныне, а тогда мальчишки 20-летние. И у нас сложился очень хороший коллектив хоровой. Такой хороший, крепкий, интересный. 2014 год мы вместе летим в Берлин с издательским советом, с выставкой, как хор, там, «Русский дом» и так далее. И поэтому были такие отношения, ну, простые достаточно, там, спиваться было не нужно. А потом родилась идея, что нужно написать гимн вот этот вот, да, известный, Угре, собственно, стояние на Угре. И эта идея родилась, там, мы втроем сидели вместе с Геннади Ивановичем Скляром, с Олегом Анатольевичем Калугиным. И вот она родилась, я говорю, смотрите, есть Фоти, он пишет. Я знаю, что он писал, у него композиторские такие истории. Давайте, напишет Фоти. Говорит, давайте, я говорю, ну, пойдем дальше. У нас же Гензина есть, молодежный оркестр, есть. Я говорю, давайте напишем под молодежный оркестр и сделаем это с большим симфоническим оркестром, молодежным. И споем это еще сами. А давайте, давайте. И вот мы это делаем, это рождаем буквально за несколько месяцев. Ну, плюс мы еще с друзьями профинансировали написание этой протестуры, там, сложнейшие, да. Вот, и все получилось. Поэтому, конечно, вопросов звездности там не стояло. Просто вот, ну, захотелось, придумали, сделали, абсолютно это был такой вот порыв. А вот, я хотела в тему, да. А вот про Фоти вспомнили, он как раз стал победителем в шоу «Голос». А вы заявку не подавали, не хотели бы тоже туда пойти, потому что, опять же, ту детскую травму с тем, что в хор не брали. Вот, залечить, сказать, смотрите, я здесь прошу. А вы знаете, я не считаю, что это детская травма. Вы сказали, прям, что это было, значит, обидно. Мне было очень обидно, понимаете, мне было обидно, что мне хотелось пить. А здесь вы бы прошли, победили, там, не хотели бы в шоу, или вам это неинтересно? Ну, смотрите, многие ли из участников «Голоса» могут похвастаться, что они абсолютно без всяких этих самых, так сказать, да, пели симфоническим оркестром и в разных моментах. Наверное, немногие, да. Ну, наверное, такие идеи ходили, мы с женой думали, потом думаем, ну, это такая история, которая, как, знаете, с географией. И стоит ли она вообще потрачена в силу, потому что есть дети, есть семья, есть какие-то действительно цели и реальные, которые стоят перед тобой. Есть запись о том, что записал гимн с хором Сретенцкого монастыря, гимн Российской Федерации. Поэтому эти конкурсы не для меня вы решили. Нет, они интересные, но положительного решения не было принято, потому что все-таки Фоти, и он профессиональный музыкант, он заканчивал музыкальную школу. А я просто слухач. Это вот так оно, так выросло, да, но музыкальную школу я не заканчивал. Ноты я читаю, ну, вот в рамках именно каких-то произведений, но не более, не могу с листа, поэтому, ну, я не профессионал. Как говорится у нас в Сербии, ящерицу надо поймать, пока хвост не отбросил. Я знаю, на русском не очень, но на сербском красиво звучит. У православного человека, насколько я понимаю, и у человека, который готовился быть священником и окончил бакалавриат, там, священство, должна быть одна супруга, один брак, а у вас уже второй брак. Как вы можете прокомментировать такую ситуацию? Ну, знаете, к сожалению, в жизни есть какие-то шаги, решения, которые на протяжении всей жизни не могут радовать человека. И это как раз, собственно, решение о первом браке в свое время. Это была очень неудачная история, очень болезненная. Поэтому, наверное, это одна из причин, почему я сейчас сижу с вами в пиджаке и рубашке, а не в потряснике. И я думаю, что и главная даже причина в этом все же, да, честно скажем. Вот. Но зато я встретил удивительного человека, в итоге все равно, свою любимую Ирину, Иришу, с которой жизнь приобрела совершенно другие качества. То есть это человек, который, получая какие-то даже там, ну, там, средства на что бы то ни было, в первую очередь, она думает, что там родители ее, родители мои. Она говорит, так, Стефан, надо тут же вот это все взять. Так у нас вроде нет, не важно, это нужно помочь здесь, это здесь. Да, по телу сестры там, вот, вот, у них сейчас вот эта проблема, надо срочно сделать вот это. То есть это такой ангел моей жизни, мне Бог послал. И, честно скажу, я приезжал к духовнику перед тем, как это все, ну, когда все это развивалось. Это очень такая страница, с одной стороны, трагическая, но на сегодня это, собственно, вот это одна из основ моей жизни. Наш брак, наши отношения. Сейчас у вас четверо детей. Ангел Ирина принесла вам четверых детей. Насколько они очарованы, одарены папиной любовью, охвачены? Как часто удается посвящать время детям? Сколько им лет? Чем они занимаются? Ну, старший Юра, он такой уже мальчик большой, 11 класс, ростом с меня, уже под 2 метра. Мы стараемся его настроить, и он себя, наверное, что вот сейчас нужно больше времени посвятить учебе и поступлению в институт. Что из этого выйдет, покажет время. Меня радует, что они с радостью, без отторжения ходят со мной в храм, помогают в алтаре, в Боровском соборе, Благовещенском. Вот. Ну, вот Юра занимается спортом, прекрасно рисует. Ну, посмотрим, что будет это. Через год можно будет чем-то поделиться уже, да, там условно. Борис, это самый большой пассионарий, средний, ему 13 лет, огромное количество необузданной энергии, спортсмен, очень любит читать, не очень любит учиться, но при этом все время догоняет, исправляет какие-то вещи, которые он себе собирает, сначала большую кучу, потом оно и разбирает. Вот. С очень добрым сердцем ребенок, вот, который однажды там даже был случай в державе, где он учился, когда обижали мальчишки на год младше его, но их было пятеро детей, инвалида, вот, кидали в него камнями, он ступился, там была драка один на четверых, вот, но все равно, так сказать, Борис победил, там, пришел с ссадинами, синяками, вот, но вот, то есть такое сердце, но при этом, конечно, хулиган. А маленький Глеб, любитель петь, он у нас поет, когда дома мы говорим, Глеб, ну уже хватит петь, он говорит, я все понял, идет, значит, к бане, у нас где-то метров через 60, там, баня на участке находится, идет туда, и только можно слышать через окно, там, там, самый лучший день! Сколько мальчику лет? Девять. Девять лет, самый лучший день. Да, 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 вот, ну и маленькая дочечка, счастье, радость и вообще... Ее тоже зовут Ирина. Ее тоже зовут Ирина, вот, замечательная, совершенно, очень похожая на маму, надеемся, что во всем будет. Ну, вот такие вот у меня, да, детки. Ты должен сдать ЕГЭ, чтобы получить народного артиста здесь, запомнил. Послушай, ударение, вот сложный момент, да, ударение сложно тебе? Ну, да, потому что, я не знаю, почему оно у вас так крича, крича или крича и плача. Я говорю, это окей, я ушел. Крича и плача? Как-то, если я правильно помню, диверсии там назвали, да, вот этот одиннадцатый класс, это вообще не нужно. Одиннадцатый летнее обучение. Вы знаете, я бы не сказал про одиннадцатый класс. Здесь я, как родитель, как активный участник родительского сообщества, могу выразить две мысли. Это мои мысли просто, да. Первая мысль, что объем передаваемых знаний, да, вот сейчас мы заговорили опять о воспитании, потому что принято на ВЭХУ, и школы вспомнили, что... Хотя на самом деле не забывали. Так вот, первый момент это то, что избыточное количество информации, которое мы даем, а потом натаскивание на какие-то тонкости и вопросы. Мы можем говорить о коррупции, но мы теряем главное при этом, да, ну, при поступлении. Так вот, на год продлило нахождение детей в этой теплой среде на плечах родителей, особенно это для мальчиков, да, губительно, потому что раньше в 17 лет мы поступили в институт, год подумали или не поступили, в 18 пошли в армию, там и так далее. Уже жизнь начиналась раньше, дети начинали взрослеть, становиться взрослыми, принимать решения и так далее. Сейчас я не понял, для чего, что там советская школа не могла дать, что мы впихнули сейчас, да, потому что чисто по программе, я смотрю, ее так подрастянули немножко, а при этом усложнили какие-то математические части. И что мы имеем? Мы имеем просто плюс год огромного количества миллионов наших детей, которые булькаются в 10-11 классе. Из них, там, может быть, это 10-11 нужен, кто вот сознательно учится, да, какой-то небольшой части, а остальным бы уже, как-то, так сказать, какие-то профессиональные истории, профессии абсолютно, чтобы потом получить высшее образование, четко понимая, зачем. Это как бы первая часть, ну и второе, конечно, ЕГЭ. Я преподавал в свое время два года, у меня официально в трудовой книжке, педагогический стаж есть, 7 лет, два из них учитель истории, на должности учитель истории в одной из московских школ, ну вот, в Тушино, в Северном Тушино. Вот, и я очень хорошо помню вот эту историю, которую мне приходилось давать детям, у которых 2-3 года не было истории вообще тогда в школе, это 99-2000-2001 года. Ну вот, и сейчас, когда все мои дети историю просто ненавидят. Почему? Да, как можно ненавидеть, если это давать интересно? Потому что это абсолютный конфликт внутри, ну, просто истории кучи программ, начиная от Соросовских и Рыбаковских, еще советских, да, и заканчивая кучей концепций, которые нашпигованы всевозможным образом, да, и это, к сожалению, ну, кроме русской литературы и, может быть, точных наук, пронизывает все. И в итоге дети 2 года и родители заняты тем, что они платят репетиторам, бегают по этим репетиторам и ждут вот этого момента, а как же он все-таки отгадает там вот эту вот угадайку. Я считаю, что это большая трагедия нашего народа даже, да, именно как родитель. Я не претендую здесь на какую-то правильность моего мнения или неправильность, но я считаю, что вот, мое мнение, что это абсолютно лишний, никому не нужный, выкинутый год, который... И ЕГЭ туда же ненужная. А? И ЕГЭ туда же ненужная, правильно я понимаю? ЕГЭ, оно не должно быть тестом, да, то есть мы все равно, наш ЕГЭ российский потихонечку, это худшее, что могло придумать мировое образование. Все школы элитные учатся совершенно по другому принципу в мире. У вас дети учатся бесплатно или учатся где-то в платных лицеях? Нет, они учатся бесплатно. Но есть у них репетиторы? Есть у них репетиторы, причем у всех, даже в третьем классе. Вы общественный и политический деятель, неужели вы не можете как-то воздействовать на эту ситуацию? Я во многом с вами согласна, особенно относительно ЕГЭ, вот этой тестовой системы, возможно удлинение вот этого образования, потому что вы говорили о мальчиках, а я говорю о девочках. Что девочка должна поступить в начале 11 лет отучиться, потом поступить в университет, там или 4, или скорее всего 5 лет, потом магистратура 2 года, потом аспирантура. Простите, когда выходить замуж и заводить детей, если все-таки считается, что заводить их лучше в молодом возрасте. Вы знаете, тут тоже очень такой вопрос, мне он нравится, потому что он тоже для меня очень актуальный, как для отца и девочек, и мальчиков. Дело в том, что природа заложила в человеке, ну как и в любом живом существе, определенные инстинкты. То есть появляется возможность рождения детей. И раньше именно с этим было связано, ну до конца, до начала 20-го, что мы там будем говорить, да, века, момент выхода замуж, когда отдавали девочку, да, чтобы не произошло каких-то трагических ситуаций, чтобы род продолжался. В чем главная трагедия современности? В том, что женщины перестают быть женщинами. Они ставят куда-то в сторону мужчин, а мужчины перестают быть мужчинами. Вот, и вот процесс образования, он как раз должен максимально давать ребенку вот это ощущение правильного совершенно своего позиционирования, что женщина – это женщина, это красота, это любовь, это тишина, это мир. Мужчина, мальчик, а в 17 лет это уже мужчина. Вот, у меня брат моей бабушки, дед двоюродный, он в 17 лет уже получил два ордена славы и закончил войну, а ушел в 15 воевать, да. Ну вот, а тут мы еще думаем, как ты там доехал, там, куда, что, то есть нельзя затормаживать эту историю, надо давать возможность детям взрослеть. Это тяжело отпускать. А с другой стороны, девочку нужно максимально довести до того момента, когда она выйдет замуж, вне зависимости от тех идей, которые у нее будут. Хочет научиться, она будет учиться, она будет уже замужем. И поэтому вот этот момент воспитания в школе, я считаю, он даже более важен, чем образование. Потому что если мы искренне с вами подумаем, а что же, чему же нас учили в институтах, да, мы не так много вспомним, кроме тех прикладных вещей, которыми мы пользуемся постоянно. Нас учили учиться. Да, но зато мы вспомним ярких педагогов, вспомним опыт их жизни, ярких людей, которых мы встречали в жизни, и это формирует нас сегодняшних. Поэтому вот момент воспитания, он более важен, чем образование, я считаю. Мы основали фонд Владимира Храброго. Безумная общественная нагрузка. А дети, между тем, с репетиторами занимаются. Мы едем вместе, да, и стараемся взять с собой обязательно наших детей. Вы мечтали памятный знак Георгиевский крест установить из-за границы, где это сделать удалось и где не получилось. Пандемия приостановила наше активное взаимодействие с сербскими коллегами. Помещик ли вы суток? Они не могли не знать, что идут на смерть и не устрашили смерть. Памятник русским и сербским героям Первой мировой войны – это итог большой и напряженной работы фонда Владимира Храброго. В 2013 году, вспоминая директор фонда Стефан Генич, было принято решение установить в Сербии памятный крест. И с этого момента его собственная жизнь изменилась кардинально. Вы основали фонд Владимира Храброго. Вы основали Калужское региональное отделение Ассамблеи народов России. Общество российско-сербской дружбы. Стали членом общественной палаты. Стали членом общественного совета при Министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций. Безумная общественная нагрузка. А дети, между тем, с репетиторами занимаются историей и ненавидят этот предмет. Не чувствуете ли вы в этом какое-то такое несоответствие? Папа историю продвигает, а дети этот предмет этот не любят. Я поправлю немножечко. Историей они с репетиторами не занимаются. Они занимаются... Математикой физикой. ...предметами, которые их ждут, допустим, уже в институте. Либо то, что у них подваливается в начальной школе. Мой средний ребенок, кстати говоря, единственный, который не занимается с репетиторами, потому что он категорически отказался. Сказал, мне это не нужно. Репетитора он игнорировал, которого мы пытались ему как-то представить. И он создает и решает свои проблемы сам. Младший, мы ему помогаем какие-то вещи именно стилистические, решить для себя. Ну, старший, понятно, одиннадцатиклассник. Тут no comment, как говорится. Мы с ними говорим и о истории. У нас в гостях бывает очень много интересных людей. И людей, действительно, с большими мировыми именами, которые очень многое могут рассказать. Они слушают, общаются и имеют свои с ними отношения. Но мне трудно системно давать им образование какое-то в этом плане. У вас времени просто на это нет. Я стараюсь вечером или в выходные все-таки посвящать это время своей семье. Вне зависимости от того спектра, о котором вы говорите. Допустим, проект Георгиевский крест. Да. В Сербии, в городах Сербии, в Обнинске, в Калуге, на мемориальном кладбище воинском установлены эти Георгиевские кресты. Откуда родилась эта идея и как дети ваши были информированы об этой акции? Ну, начнем с того, что такое фонд Владимира Храброва. Фонд Владимира Храброва был создан нашей семьей, моими мамой, папой, супругой, мной и рядом единомышленников. Ну, давайте уточним, что Владимир Храбрый, это князь, который... Боровск и Серпуховской. Да, имел в Уделе Боровск и Серпухов. Не только. Он имел в том числе и Боровск и Серпухов. Именно по этим двум населенным пунктам именовался его титул. Но в Уделе он имел и нынешний Сергий Пасат, Радонеж и Дмитров. И еще ряд земель достаточно, просто чтобы вы понимали, фигура Владимира Храброва, по-другому его еще называли Владимир Донской. Это абсолютно во время его жизни практически равнозначное Дмитрию Ивановичу Донскому. Вот недавно вышел замечательный фильм с вашими коллегами. Созданный в полославной редакции телекомпании Никотова. И в том числе при участии вашего покорного слуги. Замечательный совершенно фильм. Мы как раз запустили нашим фондом выставку большую, посвященную Владимиру Андреевичу. Собрали большую конференцию интересную. Ну так вот, проект Георгиевский крест тоже был задуман моими родителями. Они такие генераторы идей. Замечательные люди. Александр Викторович с Ириной Борисовной. Вот. И эта история такая для моих детей, она тоже такая родовая получается. Потому что мы с ними вместе приезжали на открытие. Они участвовали в конкурсах сочинений. Которые проводятся. Вот образовательная программа вокруг вот этих памятников. Она ведется до сих пор и будет вестись, я надеюсь. Потому что если мы куда-то едем, допустим, с супругой, мы... Ну либо мы едем вместе, да, и стараемся взять с собой обязательно наших детей. И они в этом живут органично. Для меня, допустим, главное воспоминание моей юности, наверное, и детства, это то, как папа постоянно работал. Он иконописец, художник, архитектор. Он постоянно работал. Он просыпался достаточно поздно, там, может быть, 10, пол-одиннадцать. Но до двух ночи, до трех ночи. Он находился в мастерской, либо дома пока там мастерской. Может быть, у нас не было какое-то время. Вот. Это постоянный труд, и вот этот вот там свет, то, что он там работает, он меня уже воспитывал. То есть я считаю, что лучше, чем дело, которым я буду показывать свое отношение к жизни, ничего я не смогу сделать. Никакие слова не смогут этого заменить. Вы мечтали памятный знак Георгиевский крест установить из-за границей в различных странах. Америка называлась, Австралия, Франция, Греция. Где это сделать удалось и где не получилось? И по каким причинам? Значит, ну, на сегодняшний момент, к сожалению, проекты наши не отвергнуты нигде, но еще и не одобрены. Пандемия приостановила нашу активное взаимодействие с сербскими коллегами. Вот. Но я думаю, что в ближайшем году нам удастся эту историю оживить, да, потому что были переговоры и с Арменией, были переговоры, ну, вот как раз в Гюмрии, да, были переговоры в Сербии. И там есть принципиально положительное приятие этой истории, да, и с общинами там в Австралии, в Америке. Но все сейчас непросто, плюс пандемия наложилась. Я думаю, что это та цель, к которой мы будем идти и к которой мы придем. И самое главное, это даже не сами памятники, а самое главное, это вся образовательная часть вокруг них. То есть к чему они нас призывают, о чем они нам напоминают. Они напоминают о русском героизме, побежденной, но абсолютно бездарно отданной победы в Первой мировой войне и, так сказать, жертву, которую мы понесли. Да, поэтому мы должны помнить о русских героях. Мы же сейчас много говорим о героизме, ну, в контексте последней войны большой. Вот. Но все это стало возможно, потому что сотнями лет русский человек, он был готов пожертвовать собой. Что не удалось и что удалось в фермерском хозяйстве? Не удалось построить роботизированную молочную ферму с запуском обрабатываемых земель и всем комплексом, потому что это были достаточно наивные тогда стремления, очень нужные, интересные, важные, но очень наивные с точки зрения выгоды приобретения и вообще извлечения каких-то из этого средств. А гранты и программы вот эти, в которых мы участвуем? Ну, гранты и программы помогут только получить инструмент на первое время. Если купить 150 голов скота, а через 3 месяца они все сдохнут от того, что ты неправильно подошел к ним или не вовремя покормил, то есть их нельзя, условно говоря, заплатить пене в налоговую через 2 месяца и дальше двигаться. Корова не поймет, если ее не кормить 2 месяца, да? Вот, поэтому... И там есть огромное количество нюансов, начиная от того, когда нужно собирать, косить траву, да? И тогда она имеет вот этот вот силу совершенно одни качества, а если опоздать или поспешить, как его собрать? И, то есть, там очень-очень много факторов, которые мы, так сказать, подходя к этому утилитарно, не учитываем. Вот, поэтому не удалось реализовать, ну, по крайней мере, пока эту историю, что удалось сделать свою мини-ферму с козами, курами разных там, так сказать, пород. Вот, это тоже, кстати говоря, заслуга моей супруги, вот, которая, приехав в Красавице, приехав из Москвы, первое, что мне сказала, давай вот заведем перепелок. Я говорю, ну, ладно, мы завели перепелок, потом, говорит, ну, хорошо, а давай еще заведем кур. Завели кур, говорит, хорошо, а давай коз. А потом она стала, отучилась, стала сыроделом, сначала просто сыр делать, потом самые, там, интересные сорта, там, афинашка, там, какой-то, там, так сказать, и так далее, и так далее. Вот, то есть нам удалось все-таки иметь небольшое свое подсобное хозяйство, такое мини-фермерское, да, с четким пониманием вот всего вот этого пути, и есть по сезону свои овощи, и, там, есть свои яйца, молоко, то есть вот. Ну, наверное, есть и нанятые работники, потому что у вас есть и свой бизнес, а супруга даже с детьми не управится с таким хозяйством. Есть помещик ли вы, сударь? Ну, немножко есть эта история, потому что приходится привлекать дополнительно людей, имея такое хозяйство, там, так сказать, да, вот. Немножко, да. Сколько душ? Одна душа. Блиц, вопросы. Все ваши фонды существуют за счет ваших личных денег? Фонды существуют за счет личных денег и за счет денег моих друзей, которые на определенные проекты эти деньги жертвуют, там, допустим, да. Источник вашего благосостояния. Какая деятельность? Ну, это различные проекты в сфере строительства. Вы являетесь жителем улицы Тенистой. А как вам часто приходится просто постоять или посидеть и отдохнуть в тени, судя по песне Юрия Антонова? К счастью, я живу не в квартире, я имею определенный участок. И мы действительно иногда любим посидеть в тени с моей семьей, насладиться зелеными туями, различными растениями. Если летом, то это различные цветы в разное время. Да, удается, это очень большая отрада. Итак, дорогие друзья, нашим гостем сегодня был человек, которому хочется посидеть в тени, но он не может. Он горит, он преисполнен различными проектами, он трудится, он что-то придумывает, он что-то реализует благодаря своим финансам, благодаря финансам своих друзей. И он изменяет жизнь вокруг себя, он изменяет жизнь Калужской области. Я благодарю нашего гостя, Стефана Генича, предпринимателя, общественного деятеля за то, что этот час он посвятил разговору в нашей программе «Карт-бланш». Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Благодарю наших прекрасных дам, Татьяну, Нану, за то, что помогли мне сегодня провести эту передачу. Надеюсь, что и вы рады общению вместе со Стефаном. Безусловно. Спасибо и вам, уважаемые телезрители, за то, что провели это время вместе с нами. Это была программа «Карт-бланш». Увидимся. Продолжение следует...